Казахстан накануне новогодних праздников завалили мандаринами. С начала 2023-го к нам привезли почти 52 миллиона тонн цитрусовых на 35 миллионов долларов. В прошлом году цифры были гораздо скромнее. Продавцы говорят, с прилавков сметают сначала плоды из Марокко и Пакистана, а уже потом из Китая. Любят полакомиться казахстанцей и турецкими фруктами, но реже. А вот специалисты предупреждают, есть мандарины в большом количестве и очень вредно. Корреспондент КТК Денис Брагин узнал, цитрусовые какого происхождения считаются самыми вкусными и как их правильно выбирать. Эта инструкция не помешает вам накануне больших праздников. С приходом зимы прилавки казахстанских рынков заполняются ароматными оранжевыми шарами. В Комитете госдоходов даже составили предновогоднюю статистику. Оказывается, больше всего мандаринов в Казахстан привозят из Китая, Пакистана и Турции. За 10 месяцев в страну импортировали почти 52 миллиона тонн плодов на 35 миллионов долларов. Это на треть больше, чем в прошлом году. В Алматы на стихийных базарах вдоль дорог за килограмм пакистанских мандаринов просят в среднем 800 тенге. Китайские стоят тысячу. Знаменитые марокканские продают от 1200 до 1500. Найти их можно практически круглый год. Марокканские мандарины считаются едва ли не самыми востребованными. В них нет косточек и мало калорий. Зато этот вид содержит эфирные масла, улучшающие настроение и повышающие работоспособность. Сочный, яркий и душистый фрукт являются хорошим антидепрессантом, особенно зимой. Но переедание может вызвать гипервитаминоз и повысить уровень сахара в крови, говорят специалисты. На фермерском рынке, куда товар поступает якобы от производителя без посредников, цены действительно ниже. Здесь мандарины из Пакистана можно купить по 680 тенге, китайскую медовку по 880. Ценники на марокканских и турецких – от 1000 до 1200. Любой вид хранится обычно не больше двух недель, говорят продавцы. На балконе, я честно скажу вам, на второй же день, третий день они уже воспортятся, начнется. И в пакете они долго не хранятся, они начнут плесневеть, гнить. Они в холодильнике, вот кто может закупить на неделю вперед, две недели, они от силы могут держаться. Вот эти из листочков. Мукадим Исмаилов торгует фруктами больше 10 лет. Некоторые плоды выращивает сам. О мандаринах знает, кажется, все и даже больше. Мужчина заметил, чаще других покупают марокканские, хоть они и самые дорогие. Менее ходовые – пакистанские. Возможно, потому что они с косточками и немного кислят. После Пакистана идут вот эти китайские листовые. Они, честно говоря, такие сладкие, танкокоры, снимаются прям легко. Можете попробовать, если не брезгаете. Да, пожалуйста, можете угостить своим сотрудникам, пусть покушают. Нет, ничего, пусть дайте. Действительно, девушка, попробуйте, пожалуйста. А вам самому какие мандарины больше всего нравятся? Домой даже берем, мы всегда вот эти, китайские мандарины. Продавец со стажем отмечает, выбирать мандарины нужно правильно. А это целое искусство. К примеру, с увядшими листьями, с грубой или слишком мягкой кожурой лучше не брать. Смотрите, вот этот мягкий, он уже долго не будет лежать. А вот эти вот круглые, как яйцо, румяное, видите, она долго будет лежать. А вот которые расстреплены чуть-чуть помягче, они не будут так хорошо храниться. Еще как увидеть свежие мандарины? Свежие мандарины, я вам скажу, допустим, возьмем из листовых, да, я вам сейчас покажу вот листовые. Вот листочки потрогайте, у них листочки, видите, еще зеленые и не расстреплены. А когда листочки чуть-чуть обветрятся, сухие, они уже давно шли. Медики призывают быть с цитрусом осторожнее, есть натощак категорически запрещено. А чрезмерное потребление может привести к лишнему весу и серьезным проблемам с желудком. Новый год у нас как бы ассоциируется с мандаринами, да, поэтому его начинают прям ящиками покупать и употреблять очень много. Ну и, конечно же, это и детям очень опасно. Мандарин, он сам по себе как цитрус, как кислота, он может нам мешать здоровой работе желудка. Вообще, если мы в граммах возьмем, где-то грамм 200 его можно съесть. То есть здоровому человеку в день рекомендуется съедать не больше трех больших мандаринов или шести маленьких. Превышение нормы может спровоцировать аллергию. Сок свой, который действительно поднимает и настроение, и гормоны счастья, можно сказать, с проблемами же кота. И, конечно же, аллергикам очень вредно. Если у человека аллергия до этого как бы наблюдалась, то не нужно злоупотреблять мандаринами. Все-таки это цитрус. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом или аллергией специалисты советуют сначала проконсультироваться с врачом, а уже потом наслаждаться сочным и ароматным фруктом. Денис Брагин, Алмаз Абдешев, КТК, Алматы. Денис Брагин, Алматы.